Девчонки, всем огромный привет! Меня зовут Карина и добро пожаловать на мой канал! Сегодня будет пополняться рубрика «Пробуем вместе» и мы будем делать вместе с вами то, что сделали в принципе все, но немножко другим способом. Если вам интересно, оставайтесь со мной дальше. Итак, буквально недавно я вспомнила, что у меня есть маска с Алиэкспресс, черная популярная маска, Black Mask от черных точек, которые пленкой снимаются. Единственное, что мы будем ее использовать, в принципе, ее уже использовали все и очень много видео на ютубе по поводу этой маски, но я буду использовать ее своим способом. Я обычно маски пленки как использую? Я распариваю хорошо лицо до нанесения маски пленки, потом, когда наношу маску пленку, я очень сильно хорошо пальцем вбиваю ее в поры, и потом уже снимаю. Еще есть такой нюанс, это уже для брезгливых, кто смотрит видео. Я хочу вас предупредить, что в конце видео будет снята на камеру часть кожи, там, где у меня были черные точки, очень-очень близко, с помощью вот такого вот макрообъектива, который надевается на телефон. И я хочу вам более подробно показать, как эта маска убрала черные точки и что осталось на самой также пленке. Если вы брезгливые, я попрошу вас не досматривать это видео или вообще выключить. Так что да, вот такие маски пленки я всегда стараюсь снимать более подробно, чтобы конкретно было видно, чистят они лицо или нет. Итак, для того, чтобы воспользоваться нормально этой маской, нам понадобится миска с горячей водой, полотенце в миске. Мы будем его потом выжимать и прикладывать на области, там, где будем удалять черные точки. Сама маска, палец. Ну, конечно же, и время. В принципе, и все. Пока не забыла, хочу также сообщить, что у меня есть еще видео с маской-пленкой черных точек, маской Вио Бьюти, которая мне безумно нравится. Тоже видео я оставлю здесь, в ссылочке переходите, смотрите. Также у меня есть маска, которую я использовала, это ПВА-клей и плюс уголь. Уголь обычный, который в таблетках. Вот уже интересная маска была, тоже ссылочку оставлю, переходите, смотрите, если вам интересны такие маски подобные. Итак, конечно же, предварительно я очистила свое лицо с помощью пенки от всей косметики. И сейчас мы будем распаривать лицо с помощью горячей воды и полотенце. Мы будем это все прикладывать на лицо и держать примерно минут 10, пока вода не станет такой еле-еле теплой. Хорошо распариваем, чтобы было больше толку. Потому что масочка у нас одна и хочется ее использовать конкретно. И я видела, что она мало кому помогает, так что я думаю, таким способом перед маской, если распарить лицо, мне кажется, она будет лучше действовать. Давайте с вами это проверим. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Итак, по моему носу уже видно, что я распарила. Как раз вот в этой области я распаривала больше всего. И теперь давайте, пока все еще не сузилось, будем быстренько носить с вами маску. Буду носить обычным пальцем своим, стандартным, указательным. Кисточки я не хочу использовать, потому что очень трудно вымывать потом эту маску с кистей. Так что будем пользоваться пальцем. Итак, девочки, я нанесла на самые такие проблемные зоны. Хочу вам сообщить, вот почему я вбиваю эту маску. Вы знаете, когда-то у меня был опыт нанести, сделать в домашних условиях маску и нанести белок куриный обычный, сахар. И нужно было нанести на лицо и вот такими движениями хлопать по лицу. Белок как-то, знаете, превращался в такую, похоже на консистенцию вот этой вот маски, липкую, как ПВА-клей. Вот. И вытягивал всю гадость и спор. Я тогда помню, что, в принципе, моя кожа была довольна этой процедуре. И сейчас я тоже, в принципе, хочу вот так вот поочищать, как бы повытягивая такими движениями, повытягивая всю заразу. Ей, волос прицепился. Всю заразу именно спор. Я вам скажу, что на так дате даже довольно такой приятный массаж. Оно так тянется за пальчиком. Вот это лично мой опыт и лично я вот от себя советую маски-пленки наносить именно таким способом. Кто-то может говорить, что маска-пленка больше в поры залазит и больше их грязни еда. Вот, допустим, черная маска, я читала это отзывы. И могу сказать, что первый раз, когда я ее использовала, такого не было. Еще такой нюанс, что на самой маске не написано, сколько ее держать. Может, там и написано, там что написано на китайском. Китайский, к сожалению, я в школе не изучала. По опыту своему буду держать до тех пор, пока она полностью не засохнет. Также эту маску очень трудно смыть с пальцев. Вот почему ее нужно снимать именно пленкой. Раньше вы никак ее просто не смоете. Это будет... Я не знаю, что это будет. Это реально очень-очень трудно будет, если вы вдруг решили не доносить ее до пленки, а попробовать смыть с лица. Это нереально. И вот, девочки, давайте, наверное, похожу с маской, и потом повернусь. Скажу свои результаты и свои ощущения. На данный момент масочка начинает уже стягиваться. Очень трудно говорить. Уже прошло 20 минут. И сейчас мы вместе с вами будем снимать маску. Ну, интересно, получится так, как я ожидаю или нет. Так, давайте начнем с подбородка. Она полностью засохла. Такая сухая-сухая. А, и это больно. Это неприятно, потому что волоски. Подбородок. Ну, на подбородке пока ничего не видно. Ничего вроде не изменилось. Давайте лоб. Не знаю, волоски только видно. Сейчас потом, точнее попозже, посмотрим уже под объективчиком. Ну, знаете, лоб немножко чище вроде стал. Сузились поры. Так, еще подбородок не привык разговаривать. Так, давайте снимать уже самое основное. А-а-а! Блин, как это больно. Нос. Сняли нос. Не очень приятные ощущения. Но я вам скажу, что видно, что поры сузились. Где-то что-то недосохло. Хочется странно. Вот видите, это черненькое. Нужно смыть, потому что как-то не очень нормально я выгляжу. Я никуда не относила полотенчика. И сейчас мы смоем это все. Ну, девочки, реально поры сузились. Сузились. Поры сузились и вроде бы как очистились. Итак, что же я хочу сказать по поводу этой маски. Как она подействовала на мой подбородок. У меня, в принципе, подбородок был довольно чистый. Он у меня никогда особо не грязный. Так что тоже некоторые волоски маска вырвала. Лоб стал значительно чище. Это видно даже вот в зеркале. И эта маска, она реально сужает поры. Вот у меня днем намного хуже было. Она как-то даже высветляет те черные точки, те, которые она не забрала, не выделила вместе с собой. Я вам скажу, что мне эффект этой маски понравился. Мне кажется, что если бы я не вбивала ее так, то было бы немножко, ну, похуже результат. Мне кажется, что это дало свой плюс. И мне хочется купить еще пару таких масочек. На носу, конечно, да, те черные точки, которые большие, она особо не убрала. Они довольно, видимо, глубоко сидят. Нужно будет как-то делать чистку лица. В общем, маска неплохая, если использовать ее, конечно же, вот таким способом. Потому что первый раз я не вбивала ее так сильно, и я не распаривала лицо перед тем, как нанести эту маску. И результат вообще не было видно. А вот на видео, то, что вы увидите с макрообъектива, видно, что волоски, то не волоски, непонятно. Такое чувство, что это маленькие такие стержники, которые реально закупоривают поры. За счет этого происходят потом прыщи и все остальное, угри. Вот, и они вытащились, они очистились, точнее кожа очистилась от них. И мне это довольно понравилось, то, что можно убрать много таких стержней с помощью этой маски. На данный момент кожа, вот я смотрю, у меня вот в области щек, да, вот под глазом, у меня всегда были так выражены сильно большие открытые поры. Сейчас они сузились, они намного уже выглядят, и мне это безумно нравится. Конечно, у меня еще проблема, я не знаю, как-то она недавно появилась. У меня очень сильное покраснение на лице, и с этим я тоже буду искать методы, как с этим бороться. Вот, у меня уже есть пару вариантов, как я буду с ними бороться, об этом я немножко позже расскажу. Так что подпишитесь на мой канал, если вы до сих пор не подписаны, чтобы не пропустить мои следующие новости, и как я с чем буду дальше бороться. Вот, еще пару слов хочу сказать об этой маске, которую мы с вами только что пробовали, по поводу запаха. Знаете, когда вы первый раз открываете эту маску и наносите на свое лицо, такое ощущение, что вы наносите ПВА-клей, вот реально ПВА-клей, что консистенция, что запах, но быстро запах улетучивается куда-то, и вы не ощущаете его. Вот, и еще большой плюс, который я заметила, вот сейчас, после того, как я сняла маску, прошло довольно такое немаленькое время, у меня нет желания нанести увлажняющий крем на лицо. То есть маска особо и не сушит. И вы знаете, вот я даже сейчас еще раз посмотрю, поры реально сузились, реально кожа стала чище. Вот чище стало, и мне это очень нравится. Боже, она так дешево стоит, на Алиэкспресс я ее покупала, по-моему, за 50 центов. Посмотрите, кто заказывает с Алиэкспресс вот эту маску, попробуйте ее, кто еще не пробовал, хотя мне кажется, ее уже просто все перепробовали, кому лень, кому не лень. Так что да, здесь 6 грамм, и первый раз, когда я использовала эту маску, я ее делила на 3-4 раза, только на область носа наносила. И я вам скажу, что да, тогда был процесс нанесения не такой, как сейчас, и мне в этом видна разница, реально большая разница. Если вам видео такого формата понравилось, ставьте палец вверх. Если не понравилось, проходите мимо, и пишите свои отзывы в комментариях. Я не знаю, может кто-то из вас еще пробовал такую маску, мне интересно, как она на вас подействовала, очистила ли она вам кожу, вот какие были результаты после использования этой маски. Всем большое спасибо за просмотр, и всем пока-пока, до новых скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok